Девиз по жизни их, наверное, несколько, сложно все перечислить, но основное, наверное, это никогда не останавливаться на достигнутом. И второе, это относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Первый зам генерального директора завода СПКБ «Техно» Игорь Руфанов родом из маленького промышленного городка Медногорска. Он жил, играл в футбол, учился недалеко от машиностроительного завода и часто там бывал на экскурсиях. Запах в цехах, он какой-то другой. Вот там, где производят, это не кондитерская фабрика, это масло, это дым, и он действительно родной. И сегодня на заводе это вот ровно так же. Да, у нас, конечно, намного чище в цехах. Тем не менее, крутится оборудование, определенные звуки, определенные запахи. Навивают туда и отправляют в детство к чему-то родному. Закончил Игорь Руфанов техником на механико-металлурга. После получил высшее инженерное образование. Пошел работать на машиностроительный завод, который был рядом с домом. Спустя годы он уже возглавил отдел продаж и переехал в Москву. На СПКБ Игорь Геннадьевич пришел в 2005 году на должность заместителя коммерческого директора. Работал в московском офисе компании, занимался продажей кабельной продукции. Чтобы прорекламировать завод и заключить контракт на поставку кабеля, Игорь Геннадьевич и сотрудники, которым он руководил, побывали практически во всех городах нашей страны. Остановили свой выбор на коммерческих структурах, на торговых домах, которые могли бы очень быстро достаточно продвигать данный кабель. После того, как процесс, скажем так, отладили, наладили, и наш кабель стал более-менее узнаваем, немножко поменяли нашу стратегию. И сегодня перешли как раз на работу с проектными институтами. Сегодня именно им рассказываем, для чего необходим кабель, где его можно применить. Дальше он уже закладывается в проекты. Ну и дальше, соответственно, происходит изготовление и реализация. Поначалу не все давалось просто. Не во всех регионах представители СПКБ ждали. Если не получалось зайти на рынок через одну компанию, обращались к другим. Я тот человек, если мне не пускают двери, я пытаюсь, наверное, зайти в окно или найти какие-то другие входы и выходы. Это действительно заводит и заставляет тебя работать больше. Сейчас молодые специалисты коммерческого отдела продолжают активно продвигать кабель СПКБ на рынке. Предприятие реализует свою продукцию не только в России, но и в дружественных ей странах. На заводе используют медь, которую добывают на родине Игоря Руфанова в городе Медногорске. Перерабатывает ее компания ОГМК в Верхней Пышме. Проходя по цеху, я зачастую могу себе позволить прикоснуться к частичке своей малой родины. Это медь, которая куплена в компании ОГМК. Это лучшая сегодня медь, которая есть в России. Всю свою жизнь Игорь Руфанов занимается покупкой и продажей. Никто на заводе не сравнится с ним в этом деле. Но сегодня обязанности Игоря Геннадьевича намного шире. Ведь сейчас он занимает должность первого заместителя генерального директора СПКБ. Сложно, наверное, рассказать о всех моих обязанностях. Безусловно, это оперативное управление предприятием, решение задач, которые возникают ежедневно. Конечно же, перспективы дальнейшего развития. Плюс, конечно, это курирование наших проектов, которые больше для удовольствия, скажем так. Это наша сыроварня, это пивоварня, ну и ряд других направлений. За последние несколько лет территория СПКБ преобразилась, благоустроилась. Здания отремонтировали, производственные цеха увеличили примерно на 2000 квадратных метров. Недавно открылась новая площадка гальванических покрытий, площадью около 540 квадратных метров. Да и в целом, завод визуально стал смотреться более выигрышно. Один из девизов Игоря Руфанова – никогда не останавливаться на достигнутом. Поэтому он строит новые планы модернизации производства. Планируем, что в ближайший год будем возводить вторую очередь нашего цеха, порядка 3000 квадратных метров. Мы каждый год покупаем оборудование, мы продолжаем наше развитие. Сегодня территориально, к сожалению, уже места нету, поэтому это строительство необходимо. Думаю, что в этом году мы приступим, сегодня уже делаем проекты и приступим к строительству производственного комплекса. Растет и коллектив притягательного завода. Сейчас здесь работает более 270 человек. Игорь Геннадьевич знает, как и чем живут почти 200 сотрудников. Он привык общаться с подчиненными. Одно из основных правил, наверное, хорошего руководителя – это, конечно, умение общаться с людьми. Нужно вникать в их проблемы, которые существуют на производстве. Нужно руководить не из кабинета, я считаю, в галстуке, а быть в цехе, знать все тонкости, знать все проблемы твоего производства, своевременно их решать. Вот тогда все будет хорошо и с людьми, и с предприятием в целом. Игорь Руфанов гордится не только достижениями на работе. У меня замечательная семья. Мы с супругой уже больше 30 лет вместе. У меня замечательный сын, дочь. Слава Богу, живые и здоровые родители. Я счастливый человек. Первый заместитель генерального директора СПКБ увлекается спортом. Раньше он активно играл в футбол. В детстве даже выигрывал чемпионат Оренбургской области. Также увлекается настольным теннисом и рыбалкой. Но, конечно, большую часть своего времени Игорь Руфанов уделяет работе. СПКБ для меня, и я надеюсь, что для многих моих коллег, это родной дом. Мы приходим сюда с большим удовольствием. Мы строим планы, мы стремимся, мы развиваемся, мы двигаемся вперед. Да, порой бывает сложно, но когда сложно, это означает, что человек идет в гору. Когда все легко и просто, это человек падает в пропасть. Поэтому мы идем вперед. Успех предприятия во многом зависит от его руководства. Благодаря профессиональным управленцам, к которым относится и Игорь Геннадьевич, завод СПКБ успешно работает и продолжает развиваться. Редактор субтитров А.Семкин